В АТРАУ сотрудники рыбоохраны и ученые проводят контрольный лов рыбы на Урале. Специалистам предстоит определить масштабы ущерба от массового отравления в декабре прошлого года. Виктор Сутягин тоже попытался рыбачить. Две контрольные сети были расставлены в низовьях Урала. Это заповедное место, куда рыба массово заходит из Каспийского моря, до которого километров 10-12. Длина каждой такой снасти 25 метров, ячья 70 миллиметров. В такую сеть попадает и мелкая рыба, например, вобла, и крупная. Сегодня улов рыбы на реке Урал специалистов не порадовал. 50-метровые сети, перекрывшие почти всю реку, фактически пустые. В них угодили только судак, карась и лещ. Всего три рыбы. Для сравнения, еще год назад улов измеряли в десятках килограммов. Ничего сегодня не попало и в три 200-мм ахана, выставленных в надежде выловить оттитровых. И это не просто неудачный день. Научно-контрольный лов мы ведем 17 января. Перебираем сети каждые двое суток. За все время в них попало всего 9 рыбин, с учетом сегодняшних. Из крупной рыбы на днях выловили одного среднего сазана. Попадает в сети мертвая рыба, которая продолжает скатываться в море после массового отравления в декабре прошлого года. Погибшие рыбы на Урале собрали 108 тонн. Сколько ее осталось подо льдом, можно только гадать. Но та рыба, которая попадается в контрольные сети, специалистов радует. Исследования показывают, у всей пойманной рыбы и печени другие органы здоровы. Поэтому можно с большой долей уверенности предполагать, что она зашла в реку из моря. Специалисты, основываясь на лабораторных исследованиях, утверждают, вода сегодня в Урале чистая. Можно сказать, подтверждает это и рыба, которая, следуя из моря вверх по течению, находится в Урале минимум неделю. И не показывает признаков отравления. А значит, весной, после ледостава, можно будет ожидать, что зимовавшие в Каспии косяки вновь наполнят опустевший Урал. Виктор Сутягин, Тимилал Сутангазиев. Итоги дня. От РАУ.